Доброе утро, коллеги. Доброе утро, крымчане. Действительно, город-герой получил призовое место за работу в сфере гражданской обороны и работе в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций. В частности, это заслуга двух ведомств. Управление по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям администрации Керчи и Единой диспетчерской службы. Сегодня наши гости. Начальник управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Керчи Сергей Орлов и Виталий Плужников, директор Единой дежурно-диспетчерской службы 112 в Керчи. Доброе утро. Доброе утро. Сергей Анатольевич, расскажите о том, какая работа была проделана, почему именно город-герой получил первое место. Вчера на подведении итогов в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций за 2019 год Сергей Валерьевич Аксенов вручил нам приз, кубок за первое место. Это он. Вот он. Покажите. Пожалуйста. Этот кубок у нас не первый. Мы второй год подряд занимаем первое место в республике. У нас еще есть два кубка за второе место и один кубок за третье место. Это благодаря работе администрации города Керчи и сотрудников управления ГОЧС. Виталий Валентинович, я так понимаю, что все-таки это совместная работа двух ведомств. Расскажите о вкладе Единой дежурно-диспетчерской службы 112 в эту работу. Действительно, вся эта работа заключалась именно в принятии каких-то управленческих решений в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Совместно с управлением по гражданской обороне мы проводили ряд мероприятий, то есть это и учения, и тренировки. И совокупность всех проведенных нами занятий, тренировок, выполнения мероприятий привела к тем высоким результатам, на которые сегодня оценило руководство республики и МЧС республики наши выполненные действия. Сергей Анатольевич, расскажите вообще о работе вашей службы, в чем она заключается? Ну, основная задача наша – это выполнение мероприятий по гражданской обороне и предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Специалистами управления разрабатываются нормативно-правовые документы в этих направлениях, и мы пытаемся добиться их выполнения не только со стороны администрации, но и со стороны предприятий и организаций города. В частности, согласно плану основных мероприятий, в прошлом году у нас успешно прошли показные командно-штабные учения, на которые прибыли представители практически всех городов, районов, крупных предприятий и организаций города для того, чтобы посмотреть, как мы практически отрабатываем вопросы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Нами были подготовлены учебные точки, на которых практически были отработаны вопросы по действиям в случае химической атаки, по тушению пожаров и ликвидации возгораний на объектах экономики нашего города, показные занятия по проведению эвакуации, которые проходили на базе 26-й школе, а также работа диспетчерской службы, диспетчеров диспетчерской службы, едино-диспетчерской службы города Герой Керчь. Наши коллеги, посмотрев на подготовленные мероприятия, сказали, да, завидуем, нам до вас далеко. Впечатляет. Приятно было это слышать, но мы достигли этих результатов, мы достигли совместно работать с администрацией, во главе которой этой работой помощь оказывал нам глава наш Сергей Вадимович Бороздин, курирующий нас зам Мельгазиев Дельвера Былович. Я благодарен коллективу своему, который, будем говорить так, добросовестно, профессионально, с самоотдачей относится к своим выполнению обязанностей. Вот результат. Призовое место и кубок очередной. Призовое место и очередной. Надеюсь, что в следующем году, мы, ну вот в этом наступившем году, мы не сдадим своих позиций, будем стараться выполнять. Я хочу поблагодарить наших гостей сегодняшних за беседу. Я напоминаю, что сегодня мы беседовали с начальником управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Керчи Сергеем Орловым и руководителем единой дежурно-диспетчерской службы 112 Керчи Виталием Плужниковым. Коллеги, у нас пока все о других интересных событиях. Мы будем сегодня рассказывать в новостях. Вам слово. Большое спасибо, Катя. Желаем вам и вашим гостям хорошего настроения и только добрых новостей. Напоминаю, на связи были коллеги из Керчи, корреспондент Екатерина Рябова.